На этом видео мы с вами постараемся закончить вторую главу Уперки. А вот тут довольно много осталось, но уже неделя подходит к концу, и я хочу постараться быстренько обсудить все, что сказали ученики Раби Йохану Бензакая. Итак, говорится, что он послал их узнать, что есть самое лучшее, самое благое. Дерехтова. Правильный путь, хороший путь, по которому следует идти, к которому следует прилипнуть дословно. Раби Лезер сказал, что самое лучшее – это добрый глаз. Может, это включает качество щедрости или вообще желание хорошего для других. Раби Йохан сказал, что лучше всего – это хороший друг. Раби Йоси, помните, тот, который хасид, который, как мы видим, позже беспокоится о имуществе других людей. Так он сказал, что лучше всего – это хороший сосед. Другу он иногда далеко, а вот от соседей зависит очень многое, да, и больше всего часто людям приходится именно иметь дело с соседями. Поэтому хорошо, если попался хороший сосед, и быть самому хорошим соседом, беспокоиться о чужом имуществе, чтобы никакой ущерб не принести, и предупредить соседа, если что. А Раби Шимон сказал, это не Стам Раби Шимон, а вот этот Раби Шимон. Стам Раби Шимон, я уже говорил, это более поздний Раби Шимон Барюхай. Тот Раби Шимон, который здесь, это тот, кто, говорит, видит то, что произойдет. Харуэ Танулат. Заранее видит, что произойдет. Да, как бы, как с точки зрения шахматиста, да, на несколько ходов вперед просчитывает партию. И, наконец, Раби Лазар, опять же, от Нистам Раби Лазар. Да, везде, в Нижне, где есть Раби Лазар, Раби Лазар у нас очень часто в Нижне упоминается, но это совсем другой Раби Лазар. Его звали Раби Лазар Бен Шамуа. А вот этот Раби Лазар, я уже говорил, что он фактически нигде не упоминается больше, и он потерял свою мудрость, хотя потом, кажется, в том мудре, что снова ее, за него помолились, и, видимо, он стал снова заниматься Торой и снова учиться, но уже, видимо, никогда не достиг того уровня, чтобы, во всяком случае, в Нижне он практически не упоминается. Раби Лазар в Нижне, это совсем другой Раби Лазар. Итак, вот этот Раби Лазар, ученик Раби Йохан Винзакай, он сказал, что самое лучшее это Лев Тов. Хорошее сердце. Да, то есть, как бы, сердце это считалось общим, что-то, что включает все в человеке. В одном месте есть, кстати, диспут в Медраше, что главное, сердце или мозг. Это Раби Йохан, как, кстати, Раби Лазар спорит, интересно, там, Медраж Мишлей спорит Раби Йохан, Раби Лазар. Где центр, так сказать? Сегодня, конечно, ученые считают, что это мозг, но вот старыми нам были диспуты в свое время, например, Аристотик считал, что это сердце, а Галлен, другой великий доктор древности, считал, что это мозг. Ну, вот подобный диспут есть и у наших мудрецов. Хотя, можно сказать, что наши мудрецы что-то подсказывают, и, может быть, каблистические секреты, но простой смысл, что это реальный диспут был, чем человек, так сказать, думает, что у него центральное. А во всяком случае, сердце это как бы центральный орган, и можно сказать, что хорошее сердце включает все, как скажет сейчас Раби Йохан Бензакай. Сказал он Раби Йохан Бензакай, что мне больше всего нравятся слова Раби Лазара Синаараха, потому что его слова включают все остальные качества. Его слова включают ваши слова. И потом он сказал, что самое плохое, проверьте. Идите, проверьте, узнайте, что самое плохое. И они практически все говорят обратное, чем сказали, Кроме Раби Шимона Бен Натаниэля, как мы сейчас увидим, который сказал, что первый мудрец Раби Лазар сказал, что хуже всего это плохой глаз, наоборот, жадина и человек, который завистливый. Такие вот качества. Айн Ра. Раби Йохан сказал, что хуже всего это плохой друг. Наверное, друг предателя, друг, который дает плохие советы. Помните друг Амнона, который ему посоветовал, как изнасиловать Тамар? Раби Йоси, тот, который Раби Йохан, тоже не Стам Раби Йоси. Стам Раби Йоси в Мишне, это Раби Йохан Бен Халавта, ученик Раби Акивы. Но здесь понятно по контексту, что это все ученики Раби Йохан Бен Закая, другое поколение. Я уже сказал, что эти мудрецы больше нигде не упоминаются. Раби Йоси Бен Натаниэль. Раби Йохан, извиняюсь. Он сказал, что хуже всего это плохой сосед. А вот Раби Шимон Бен Натаниэль, это тот, который сказал, что лучше всего это тот, кто просчитывает ходы вперед, видит то, что произойдет. Знаете, что самое плохое он сказал? Казалось бы, обратное, да? Он в каком-то смысле сказал обратное, но не совсем так же. Он сказал, что хуже всего это тот, кто занимает и не отдает. Практически тоже не просчитал, да? Залезает в долги и не знает, как отдать. Ведь человек, когда берет деньги в долг, он должен какой-то иметь план. Например, фермер, он может быть взял деньги в долг и иметь своему дать беспроцентные заемы с Торой. Но он знает, что когда поспеет урожай, он сможет отдать это. И Тора нам запрещает брать с него процент, да? Использовать его в несчастную ситуацию, что сейчас у него еды нету, что он занимает, допустим, зерно, да, чтобы сделать себе хлеб. Потому что потом у него будет, и он отдаст. И мы не пытаемся на этом сделать какую-то выгоду, да? Сделать какие-то деньги. Мы берем, даем его беспроцентно. А если человек просто занимает и транжирит, и не знает, как он отдаст, он продолжает занимать и не давать, вот это, говорится, что самое плохое, по мнению Раби Шивана Бен-Натаниэля. И он еще продолжил и закончил это словами, что неважно, занимает у человека или занимает у Всевышнего, как бы. И сказал на это стих, стих из книги Тегелим. Злодей занимает и не отдает. А вот цадик праведный, он дает, оказывает милость и дает. Теперь Раби Лазар сказал, конечно, плохое сердце, и Раби Йохан Бен-Закай заключил, что это самое плохое. А оно действительно включает, плохое сердце включает все плохие качества. Упомянутые. Теперь каждый из этих мудрецов сказал по три вещи. Да, эти ученики Раби Йохан и Бен-Закай. Значит, Раби Лазар сказал, да будет уважение твоего друга тебе так же важно, как свое собственное уважение. Да. Потом не торопись сказал гневаться. Может, это продолжение того же самого. Он же говорит, что каждый сказал три вещи. Тут получается больше трех у Раби Лазара Бен-Хуркина. В общем, возможно, что это как-то нужно сгруппировать часть из того, что он сказал. Значит, не злись быстро, не будь легко озлобляемым. И за день до смерти сделать шуву. В смысле, что, как сказали наши мудрецы, я объясняю его слова. Сделать шуву постоянно, потому что никогда не знаешь, сколько осталось жить. И, кстати, в свое время Хофицхайм, он же прожил очень длинную жизнь, больше девянаста лет, но в свое время он очень сильно болел в каком-то возрасте, намного боль меньше. И сказал, что вот люди думают, они сделают шуву, когда уже состарятся, когда, да, когда видят, что их конец подходит, говорят, что пусть на это не полагается. Потому что когда болеешь, так не до того, такие мучения, что просто не до того, чтобы по-настоящему сделать шуву. Продумать, все по-настоящему раскаяться. Что нужно делать, что шува пока еще сильной, пока еще здоровой. Потому что потом может просто сил на это не хватить. Ведь шува, это не просто я сказал, да, прости, хатайте, а ведь я больше не буду. Да, это шува, это что-то серьезное, это целая, так сказать, процедура, процесс. И для этого нужно быть... И когда человек очень сильно мучается, ему просто не до того, сказал Хофицхайм, после того, как он проболел очень сильно. Задолго до... В результате он прожил после этого еще много, но тогда он не знал. Продолжение. Как я сказал, у Рабелезера здесь вроде больше, чем три вещи, но как-то нужно изгрубровать. Значит, он еще сказал, что... Грейся у огня мудрецов, но страшись обжечься их углями. Я помню, уже рассказывал про это, что он был очень строгий мудрец, и следовал больше школе Бет-Шамай, и бывало, что люди, если недостаточно его уважали, могли быть наказаны, как описано в Талмуде в разных местах. Потому что, говорит, это он сравнивает укус мудрецов с укусом лисы, и жало их, как, говорит, скорпиона, и шипение их, как змеи, и все их слова, как пылающие угли. Не простой мусар, да, тяжелый мусар. Рабио Шуа сказал действительно три вещи, что человека уводит из этого мира. Похожее есть позже в Перкеавод, и в Вильнюске он действительно в комментариях, в разных местах и также в книге Мишле подчеркивает, что эти три соответствуют другим подобным тройкам. Значит, здесь тройка такая. Дурной глаз, дурное наклонение и ненависть к их созданиям, то есть ненависть к другим людям, уводит человека из этого мира. Да, простая и емкая фраза. Еще раз повторю. Глаз дурной, ецархара, да, наклонение дурное, и синатабриот, ненависть к другим. Всего уводит из этого мира согласно Перкеавод, три здесь, три еще в одном месте будут упомянуты, а еще потом четыре, которые как бы одно, это все типы лений и безделья. Так вот, Вильнюсский Гаун считает, что эта семерка, это вот все виды вещей, которые человеку приводят к смерти, из такой в трактате Брахот, что есть восемь как бы видов смерти, восемь вещей, которые приводят к смерти. Одна это просто потому, что есть гизера, что все люди умрут, а семь за грехи определенные. Так вот, он считал, что это все в Перкеавод подсказано, три, три и один, который включает четыре разные виды безделья. Мы это позже подчеркнем, когда дойдем до остальных мишнойод. Вот есть три мишных Перкеавод в разных местах, которые заканчивают словами, уводят человека из этого мира. Значит, первые три – это дурной глаз, дурное наклонение и ненависть к другим людям. Рабиоси, это тот, который хасид, да, он сказал, пусть деньги другого будут важны, как свои собственные. Помните, Рабиоси сказал, что пусть уважение другого, а он сказал, деньги другого. Хасид, он беспокоится о том, чтобы никакой ущерб не принести, чтобы другие люди из-за тебя не потеряли, и наоборот, помочь им, если что, экономить чужие деньги. Бывает, что человек, например, не так же себя ведет, если это прокатная машина, да, чем если это машина, которая его собственная. Нужно чужое имущество к нему относиться так же скрупулезно, даже более иногда осторожно, потому что это чужое именно. Своё человек может себе позволить, может быть, гонять на машине и не очень за ней следить, а вот чужое – тут нужно быть особо осторожным. Вторую вещь, которую он сказал – приготовь себя для изучения Торы, потому что оно тебе не наследие. Хотя есть выражение «мураша кила» от Яков, но всё равно, в смысле, ты просто так её не получишь, как по наследству. Нужно заниматься. И третье – пусть все твои дела будут лишем шамаем, ради небес. Теперь, Абешиман, который бен Натаниэль, опять же, более нигде неизвестный мудрец, он сказал тоже три вещи, а именно очень осторожно быть в отношении крет шма и тфила, да, то есть молись с концентрацией и вовремя, и мольба, чтобы была. И вот дальше он это продолжает, это, кстати, известные слова, которые много обсуждаются в трактате Брахот, что молиться нужно, чтобы не делать молитву кева. Что такое кева? Это что-то постоянное, как ноша, что просто человек лишь бы произносит слова. Что молись именно вот как молиться от слова молиться, мольба, да, умаливай, да, с концентрацией, с интонациями нужными, не просто бу-бу-бу-бу-бу-бу, да. Одна из интерпретаций в том, что нужно что-то новое в нем добавлять в молитве, да, что-то просить особое, да, чтобы это не было кева, просто постоянной ношей, лишь бы выполнить. Лацет йодай хавато, да, лишь бы выполнить обязательства. Да, а скорее говоря, это рахамим и тахануним перед Всевышним, да. Молитва – это именно виды просьб, да, о милосердии. Тахануним. Как сказано, и здесь он цитирует стих пророка Йоэля, одного из малых пророков. «Ибо милостив и долготит пивон, любовь его беспредельна, и сожалеет он о тех, кто страдает, да, он жалеет тех, кто страдает». Ну, не хамалара, скорее я бы перевел, он сожалеет о плохом, да, если есть какая-то гизейра, декрет, Всевышний, он иногда приходится нас наказывать, но он это делать как бы не хотел, он не хочет нас на самом деле наказывать. Если мы будем молиться, то часто можно молитвой это изменить. Всевышний не хочет, чтобы мы раскаялись, и ему не пришлось нас наказывать, и обращать наше внимание на соблюдение заповеди только с помощью наказания, наоборот. Всевышний не хочет это избежать, чтобы мы сами пришли к этому. И последнее, третье утверждение – «Не будь злодеем перед самим собой». Такое ощущение, что человек должен себя самого, да, как бы искать себе оправдание в каком-то смысле, да, не думать, что уже все потеряно, уже я такой грешный, что мне не раскается. Теперь Рабелязар, вот этот последний мудрец, который, как я сказал, когда-то подавал наибольшие надежды, но вот в результате не получилось. Но, во всяком случае, он дал три тоже совета. Позже есть, возможно, еще один совет, который мы будем обсуждать, если это тоже от имени этого же мудреца. Но здесь он сказал, во-первых, что нужно Тору как следует изучать, шакут, как говорится, да, как следует именно усердно изучать Тору. И знай, что ответишь еретику. Интересный совет, да. И, наконец, последнее. Знай, перед кем ты работаешь, да, трудишься. Он верен, тот, кто дает тебе эту работу, то есть Всевышний, что он тебе даст в результате награду за твои труды. И последнее здесь утверждение Раби Тарфона. Он, как я уже говорил, примера был тоже в то же время, частично, чуть позже, но, во всяком случае, он, возможно, тоже учился от Раби Йохана Минзакая. И его утверждения похожи немножко на предыдущие и на самого Раби Йохана Минзакая, и на утверждения Раби Лязара, может быть, поэтому их сюда поместили в конце второго перека. И Раби Тарфон сказал, что, ну, это как Мошел, да, такая притча. День короток, работы много, а работники-лентяи и награда большая, и балабай, так сказать, хозяин, то есть Всевышний, он заставляет, да, торопит. Еще говорил Раби Тарфон, ты не можешь все сам закончить, да, невозможно всю тору выучить, или все сделать, что положено в отношении, да, есть же как бы весь северейский народ, да, как все поколения, как цепь такая длинная, как конвейер, по которому все собирается, да, сложнейшая вещь, и каждый вносит как бы свою лепту, поэтому нельзя сказать, что один человек сделает все. Не тебе закончить всю работу, но, с другой стороны, ты не можешь свою часть, так сказать, не делать, да, если человек свою часть не сделает в одном гилгуре, его посылают сюда снова и снова, да, свою часть он должен сделать, поэтому ты не можешь лениться, когда доходя до твоей части в этой общей работе. И если ты много выучил торы, то получишь много награды. И верен он, тот, кто дал тебе эту работу, что он заплатит тебе награду за твои усердия. Это вот все похоже на то, что сказал Абеля Зарбинарах, да. И знай, что награда праведников в будущем мире. Да, что люди не ожидали сразу получить награду в этом мире за то, что они делают. И мы с вами, Безрая Ташем, закончили хотя бы вкратце. Я уже говорил, что на этой серии уроков в этом году я не хочу очень подробно обсуждать и сложное что-то, только пытаюсь перевести и вместе с вами изучить и самому тоже себе напомнить тоже повторение, да, из-за пирки, а вот в эти недели Безрая Ташем, когда мы приготавливаемся поднимать тор. Как я уже говорил, следующие праки не будут в каком-то по конкретному хронологическом порядке, а будут просто разные утверждения разных мудрецов в разные времена. Второй перик, это, видимо, последний перик, последняя глава, которая была в порядке более-менее хронологическом, да, от Рабьохана Бензака и потом его учеников. И если вам нравится это видео, пожалуйста, жмите лайк. Субтитры сделал DimaTorzok